МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город тысячи красок. Экономический центр Казахстана. Город с лучшими в стране условиями для ведения бизнеса и благоприятным инвестиционным климатом. Да, мы заходили в программу, в начало программы ПРТ-2020, Алматы-2020. Город был на 54-м месте в мировом рейтинге по открытости ведения бизнеса. Сейчас мы уже на 28-м месте. Промышленность города с ростом дает показатели 5,8. Сельхоз у нас на 2% растет, инвестиции на 6,6. Это показатели говорят о том, что сегодня бизнес работает, инвесторы идут. Город, который однозначно является городом бизнеса капитала и является, скажем так, передовым в сфере реформ, которые касаются бизнеса. Город для бизнеса и частного капитала – пятый приоритет программы развития Алматы до 2020 года. Как и предыдущий приоритет – экономически устойчивый город, он связан с развитием экономики Алматы. Однако в данном случае больший акцент делается на нефинансовых мерах, которые предпринимает государство для создания комфортной бизнес-среды. Бизнес – это основа и двигатель экономики. Как сказал президент, именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. Поэтому наша задача – обеспечить поддержку и системные условия для предпринимательства, при лечении инвестиций, честной конкуренции. Бизнес – это не только финансовые потоки, но и огромное количество административных аспектов, правил, которыми государство регулирует деловую среду. Открытие предприятия, получение разрешения на строительство и подведение коммуникаций, налоговое администрирование – все эти аспекты отражает рейтинг Всемирного банка по удобству ведения бизнеса. Мы очень много беседовали с предпринимателями, которые подают документы, с какими проблемами они сталкиваются, где им оказывают препятствия, что позволит сократить сроки, какие процедуры, по их мнению, лишние, какие документы лишние. В принципе, об этом и есть наша программа – ориентация на лучшие мировые практики и международный рейтинг. 28-е место Казахстана во всемирном рейтинге «Дуин бизнес» – это не просто цифра. Это один из показателей, по которым потенциальные инвесторы, в том числе иностранные, принимают решение о том, вкладывать или не вкладывать деньги в развитие бизнеса в стране. Чем выше позиция в рейтинге, тем больше инвестиций, тем больше рабочих мест, тем выше зарплаты. По итогам года рост составил 10,5%. Общий объем достиг почти 732 миллиардов тенге, в том числе 100 миллиардов тенге иностранных. Сегодня на один тенге госинвестиций приходится почти 4 тенге частных. Одним из шагов городских властей навстречу бизнесу стало открытие в этом году «Дома инвестиций». В семи локациях были разбросаны компании, которые так или иначе работают с вопросами предпринимательства и инвестиций. И возникла идея того, что нужно всех собрать под видной концепцией «Дома инвестиций». То есть собрать кого? Собрать те организации, те акиматовские структуры, которые именно работают с бизнесом. Наша задача полноценно провести полную консультацию, сопроводить инвестиционные проекты до завершения. Все условия сегодня созданы. Сегодня государственная программа карты поддержки предпринимательства. Имеется возможность преодоления административных барьеров. Один из административных барьеров, влияющих на удобство ведения бизнеса, это получение разрешения на строительство и подключение к городским коммуникациям. В этом вопросе Алматы действует сразу в двух направлениях. С одной стороны, строится индустриальная зона с максимально удобными инфраструктурными условиями. Заводы промышленного масштаба, которые сегодня у нас реализуются на территории индустриальной зоны, это заводы, потребляющие большое количество воды, газа, электричества и так далее. Земельный участок полностью обеспечен магистральной инфраструктурой, что остается только инвестору создать себе площадочную, внутриплощадочные работы. Это намного легче. Параллельно ведется работа по упрощению процедур получения документов и по переводу их в цифровой формат. Одним из удобных инструментов стала 3D-карта города. Еще есть к этой 3D-карте сама система, это автоматическое получение разрешения документов, которые мы тоже внедрили с прошлого года. Мы обкатывали, спотыкались, где-то что-то не работало. Но в этом году уже так потихоньку она уже вырывается, эта система, и она как заведется. Для подключения к любым инженерным сетям нужно брать технические условия. Когда-то это было долго, сейчас выдаются в течение 3 дней, и технические условия выдаются бесплатно. Человек подает заявление у себя, сидя в квартире, в течение 3 дней, может быть и ранее, получает технические условия. Обработка документов при помощи цифровых технологий, она позволила упростить рабочий процесс. Где-то процент на 50. В перспективе вообще задача стоит в том, что все вот эти разрешенные документы должны выдаваться виртуально. Перевод административных процедур в онлайн-режим не только сокращает время, но и делает их открытыми, выводит из тени, а значит влияет на снижение уровня коррупции. Сегодня более 20 информационных систем, отражающих работу госорганов, объединены в аналитическом центре, который в том числе ведет мониторинг исполнения программы «Алматы-2020». Изначально идея пошла оттуда, как можно автоматизировать эту работу, чтобы видеть достоверно данные в любой момент, когда они нужны, и видеть именно достоверные данные, не перепроверяя их на правильность, на человеческий фактор, какие-то ошибки технические, ну или заведомо ложное предоставление данных. Сюда выведены данные из портала госзакупок, с казначейства по доходам нашего бюджета, по выплате налогов, по расходной части в разрезе каждого администратора бюджетной программы, каждого управления. Развитие механизмов государственно-частного партнерства – одно из направлений приоритета город для бизнеса и частного капитала. Что такое бизнес? Бизнес – это риски. Риски, которые на себя берет частный партнер. Так же, как и риски определенно берет на себя государство. Поэтому, чтобы это было взаимовыгодно и было доверие, как раз-таки бизнесу он не должен тоже подходить безответственно. Одна из сфер, в которых в Алматы применяются механизмы ГЧП – это ремонт дорожного покрытия на городских улицах. Пятилетние контракты с подрядчиками позволяют проводить эти работы быстрее и более качественно. Если раньше при текущем ремонте ежегодно проводили конкурсы, тендера, то есть это занимало определенное время. Сейчас без разрыва во времени на проведение конкурсных процедур. Работы по текущему ремонту проводятся на протяжении всех пяти лет. У нас в городе где-то уже 52 контракта, ну, проекты, скажем так. Договоры заключено по 10 крупным проектам. Тот же самый крупный проект строительства легкорельсового транспорта, да, ЛРТ – это тоже на самом деле ГЧП проект. Я думаю, что развитие ГЧП проектов – это будущее, это планы, и это бесконечный процесс. То есть эти проекты всегда будут и будут развиваться. Приватизация государственных объектов недвижимости – дополнительный инструмент привлечения инвестиций в экономику города. В 2016 году правительство определило по Алматы 49 объектов государственной собственности, подлежащих приватизации до 2020 года. Этот план был досрочно выполнен в 2018. Мы оптимизировали 49 предприятий, 34 из них мы продали, и от них поступило 9,2 миллиарда в тенге. У нас есть новая задача, мы должны дополнительно еще провести работу в 2019 году. По пяти активам основным, из них это три в 2019 году спортивные школы и две дочерние организации СПК Алматы уже в 2020 году. Мы планируем не продажу этих спортивных школ, мы планируем реорганизацию. То есть на самом деле в их продаже уже нету такой масштабности. Мы можем оптимизировать, объединить несколько школ в одну и тем самым выполнить программу приватизации. По расчетам специалистов, к завершению программы развития Алматы в 2020 году объем негосударственных инвестиций в экономику города составит около 900 миллиардов тенге. Это более 40% от общего объема финансирования программы и колоссальное вложение средств, результатом которого станет рост благосостояния горожан. Алматы – это большой рынок, у нас почти 2 миллиона человек проживает. Соответственно, бизнесу есть куда расти, еще много сфер, где много ниш свободных. Но предприниматели – это же двигатели, это, как говорится, те люди, которые создают рабочие места и все остальное. И если для предпринимательства нормальная, как говорится, среда, то все будет замечательно. Вот это похвально. Субтитры создавал DimaTorzok